Дорогие братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о том, кто такие Гог и Магог. Итак, каждому из людей образованных, читающих литературу, литературу 19 века, знающих фольклор, поговорки, разные идиомы, известно это выражение Гог и Магог. И, конечно же, понимается под Гогом и Магогом какая-то сила внешняя, разрушительная, угрожающая, стихийная, которая приходит и наводит бардак, завоевывает, порабощает, разрушает то, что было до этого. Да, каждому из нас знаком Гог и Магог, вторгающийся в нашу жизнь и превращающий ее в хаос. Это может быть болезнь, это может быть кризис, какие-то эпидемии. Для древних людей, живущих в прежней эпохе, все было гораздо более драматично и довольно кровожадно. Это были разные завоевания, этих завоеваний было много, были разные волны захватчиков с севера, с востока, с великой степи. И под каждое из них подходило это обозначение Гог и Магог. Это они явились, чтобы нас наказать за наши грехи. А сегодня поговорим вкратце, довольно бегло, о том, как этот образ появился и какие его, этого образа, этой идеи, библейские корни. Итак, Ветхий Завет и дальнейшая литература библейская, апокрифы, новозаветные тексты, довольно понятно объясняют нам смысл этого понятия, словосочетания. Гог и Магог, это есть народы, два народа, которые однажды придут в конце времен в наше обитаемое, христианское, знающее Бога, культурное пространство, и его, к сожалению, поработят, завоюют. Но, как я сказал, уже времена эти мессианские, времена эскатологии, эскатона, поэтому долго их господству не длится, потому что вслед за их завоеванием сам Бог вторгнется в историю, их накажет, и будет уже настоящее Божье царство. Первый, кто эту гипотезу изложил, кто нас познакомил с Гогом и Магогом, это есть порок Изекили, который в главах 38-39 довольно подробно рассказывает нам о Гоге и Магоге. «Сын человеческий, обрати лицо твою Гогу в земли Магог и пророчествуй о нем». Так начинается этот фрагмент, и, как видно уже из него, Бог призывает рассказать не о двух народах Гог и Магог, и не о двух людях Гог и Магог, а о человеке Гог, это его, видимо, личное имя, или какое-то титул, или какое-то прозвище, и земля Магог, Гог – вождь завоевателей, Магог – его земля. А что мы знаем об этом Гоге из земли Магог? Ну вот он является великим полководцем, он объединит армии всех окружающих народов, народов могучие, орды эфиопов, персов, прочих язычников, они будут собраны, и они придут на землю Израилеву. Эффектом этого вторжения будет полное разрушение всей Божьей земли. Как написано, произойдет великое потрясение на земле Израилевы, вся земля будет разрушена, вот, значит, но в конце концов поражен будет и сам Гог и все его воинство. Описывается очень колоритно, как это будет, поражение Гога, свержение его власти. Описываются огромные горы из тел, тело из его армии, и те самые эфиопы, и персы, и веболоняне, которых будут пожирать птицы и звери. Очень такое хорошее выражение, очень хороший образ. Значит, 7 месяцев будут хоронить всех, кто пал, этих воинов, окружающие люди, израильтяне и люди окружающих земель. 7 лет будут сжигать оружие, которое принесли эти завоеватели на Божью землю, пока земля не будет полностью от них очищена. И вот тогда и будет время начала настоящего Божьего царства. Никаких не будет больше завоевателей, никаких не будет больше поработителей. Сам Бог будет править на земле и будет охранять Израиль от всех вторжений извне. Ну, сама вот эта вот модель, значит, есть нормальная жизнь, да, просто мы живем, да. Потом возникает какое-то испытание, катаклизм, коллапс, бедствие, нашествие на племенников, да. И все плохо, и как будто бы все полностью безнадежно и непоправимо, да. Навсегда воцарилась на земле власть небожьих, безбожных людей, безбожных правителей. Но когда самая большая тьма, когда тьма гуще всего, это означает одно – скоро рассвет. Рассвет настает, и Бог показывается, показывает свою силу, свою мышцу высокую, ничего не остается от завоевателей, начинается Божье царство. Итак, вот эта схема нормальной жизни, катаклизм, коллапс, и Бог вмешивается. Со времен пророка Изекииля оказывается очень частым местом всех сочинений, Евангелия, Апокриф, Апокалипсис, в которых рассуждают о том, как будет в конце времен. Да, и до сегодняшнего дня мы все знаем, мы в это веруем, что сначала будет все очень плохо, а потом будет все очень хорошо. Ну и как текст этот был написан, с тех пор возникают разные гипотезы, кто же тут имеется в виду, да какой же Гог, какая земля Магог тут имеется в виду. Ну, скорее всего, сам автор, пророк Изекииля, он зашифровал того, кого он имеет в виду. И эти шифры появляются нередко в Писании, в Ветхом Завете, потому что знающий поймет, и не все было совсем нужно и уместно так прямо, открыто излагать. Ну, давайте поразбираем, точнее вспомним, какие же гипотезы, какие предположения, толкования история знала. Как понимать эту самую землю Магог? Ну, вообще-то говоря, у нас есть книга «Бытие», глава 10, и там встречаются вот эти вот этнонимы, да, там есть и Магог, и Гог, и окружающие народы, и земли. Это, как правило, все Яфитиды, потомки Яфита, и они все как будто группируются где-то на севере. Угроза идет с севера, и очень часто для Израиля именно с севера шла угроза. Какие-то регионы Малой Азии, да, или Северная Сирия, Северная часть Междуречья, вот откуда-то оттуда. Очень острогубное предположение одного из современных комментаторов такое, что это есть зашифрованное обозначение Вавилона. Ну, как мы знаем, еврейский язык, он избегал, там не было гласных поначалу, были одни согласные, поэтому Вавилон, это было и сочетание трех согласных. Бет, Бет, Ламет, Бе, 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 Бабель. А, видите, здесь тоже все согласны, причем одна из них повторяется. Мем Гимель-Гимель, Мэ-Гэ-Гэ, Магог. Поэтому, возможно, вот такой вот шифр указывает на то, что имеется в виду никакой не Магог, а Вавилон, известный оппонент, поработитель, эксплуататор Божьей земли Израиля. Ну, кто еще тут имелся в виду? Ну, вот, например, скифы, да, вот, скифы, это была угроза на севере, район Причерноморья, Средняя Азия, и они очень часто вторгались своими ордами, проходились по территории Ямалой Азии, Междуречия и так далее. Короче, знали древние о том, что на севере есть скифы, могучие кочевники, и с ними связываться шутки плохи. Любопытное предположение, что это Гог, это есть сам царь, знакомый нам из фильмов, из книг, из учебников, царь грек, царь македонский Александр. И вот он и есть тот, который является выходцем из земли Магога, и он глава большого войска, видные завоеватели, поколители. Вот он завоевал иудеев. Иудеи оказались во времена эллинистические, в ситуации непривычно для них такой неудобной, да, там были попытки их до конца эллинизировать. И вот это вот господство, господство эллинов, язычников над евреями, и, возможно, понималось, интерпретировалось как времена, когда все очень плохо, накануне избавления, примирения, когда Бог вмешается и всех расставит по своим местам. Но другие были предположения. Один из полководцев царя Тресистского Кира, возможно, имеется в виду. Ну и для каждого нового поколения Магог и Гог, это были отдельные люди и отдельные народы. Такие как арабы, готы, гунны, монголы, да, все они откуда-то оттуда, с севера, с северо-востока. И, ну да, кроме, конечно же, арабов, они скорее с востока, либо юго-востока. Но они все приходят и все портят. Да, такая вот некоторая нецивилизованная масса, она внедряется в регионы людей цивилизованных, просвещенных, христианские регионы, и все портят, все уничтожают, все порабощают. Начинается эпоха такого черного, безоблачного, беспросветного времени. Несвобода, порабощение, отчаяние и нищеты. И одно из таких вот, понимаете, интересных предположений, и этим предположением мы сегодня закончим, в конце нашего разговора, это славяне. Вот про славян мы отдельно поговорим. Итак, в апокрифах эта тема получает, как я сказал, очень активное выражение. Книги Сивилла, книга Еноха, вот, там очень активно тема эта отрабатывается, разрабатывается. Разные народы, персы, парфяне, медийцы, они вот и как раз сравниваются, да, с теми, кто является эскатологическими, вечными врагами Израиля. Вот, ну, много было рассказано о том, что Гог – это личное имя, а Магог – это есть название народа либо местности. Но нам так непривычно, мы так не понимаем эту идиому. Для нас Гог и Магог – это, как правило, два народа, либо два личных имени. Откуда же это появилось? Это появилось, друзья, из Нового Завета. Потому что там, именно вот в этом тексте, книга Откровения, глава 20, стих 7-9, это есть название двух народов или массы народов, языческих орд, которые окажутся на горизонте христианской истории в конце тысячелетнего правления Христова на Земле. Там очень такая необычная эскатология, необычная схема, признаюсь, что сейчас церковь Идио не придерживается. Но вот такая ситуация. Есть тысячелетнее царство Христово, когда все довольно хорошо, блаженство, просветание, счастье, торжествует правильная вера на Земле, и в конце этого царства тысячелетнего вторгаются иноземные языческие народы. Да, вот Гог и Магог вторгаются, все уничтожают, но потом начинается последняя финальная битва, в котором Гог и Магог, два народа, будут посрамлены, пропущены, и это уже будет окончательное торжество Бога на Земле, будет Царствие Небесное. И вот любопытно, дорогие друзья, что иногда в толкованиях европейских до сегодняшнего дня, в некоторых таких вот пропагандистских брошюрках, направленных против нашей страны, нашего народа, эти толкования встречаются. Иногда в шутку, иногда в полушутку, иногда на полном серьезе. Считается, что русские или славяне являются Гогом и Магогом. И вот любопытно, что эта история имеет какие-то зацепки, на самом деле, но такие ненаучные, но на уровне какой-то похожести в самом Ветхом Завете. Но давайте вот эти моменты разберем. Ну вот, например, начнем с того, что... Начнем с Осипа Флавия. Иосиф Флавия рассказывает нам интересную историю о том, что Александр Македонский, вот он странствовал, завоевывал регионы, разные народы, и он нашел на севере тех самых Гога и Магога. Народы дикие, народы суровые, народы такие мрачные, народы непобедимые, народы, которые сильнее всех. Но ему удалось их покорить. Ну, точнее так, удалось оттеснить на север. Это скифы. Он оттесняет их на север и строит настоящие какие-то железные врата, железные стены, через которые эти стены, эти врата им не перебраться, им никак вот не пройти до поры до времени. Потому что эти самые скифы однажды врата эти взломают, уничтожат, и будет, вот Иосиф Флавий об этом пишет, он переживает из-за этого, будет то самое завоевание, какое и описано пророком Иезекиилем, завоевание Гога и Магога. Ну, интересно, любопытно, что этот образ земля цивилизованная, огромная стена, ограждающая землю цивилизованную от застенных регионов, где коспутствуют дикие люди, какие-то одичалые люди. Эта модель, она оказалась представлена очень хорошо в сериале, знакомом, наверное, всем молодым слушателям, зрителям нашего ролика «Игра престолов». Там тоже есть земля цивилизованная, есть стена, есть те, которые за стеной, это есть орды диких, безжалостных людей, а, возможно, вообще даже не людей. Не людей. Ну, ладно, возвращаемся к нашему писанию. Ошибка начинается уже приведшая к толкованию такому антирасистскому этого стиха, этого явления Гог и Магог, уже в септуагинте. А именно, значит, текст еврейский рассказывает о том, что верховный князь, или по-еврейски Рож Гог, вот князь Магога, вот это вот обозначение Рож, в некоторых рукописях не переводится словом князь, полководец, вождь, а переводится словом Рос. Ну, понятно, да, что Рос, это есть то, как в эпоху Византии обозначались наши регионы, это есть страна Росов. Тогда оказывается, что Гог – это князь Роса, князь Росов. И дальше больше оказывается, что одна из территорий, которая подчинена Гогу, территория Мешаха, Мешах, да, и это слово переводится в переводе септуагинты, вот иногда как регион Мосхов. Мосхи, ну, любопытный предвзятый взор толкователя, в этих мосхах, в земле мосхов находят указания на что? На Москву, да, поэтому страна Росов – Россия, мосхи – это москвитяне, москвичи, и все понятно. Север – угроза, дикие, одичалые, нашествия, осуществляющие нашествия на просвещенные регионы христианской Европы. Вот такие толкования, конечно же, они появляются, да, и иногда занимают очень такое видное место в том, как понимается писание в тех регионах в то или иное время. Ну, вот, например, цитата византийского историка X века Льва Дьякона, который описывает в своей истории наших предков славян. Он пишет «Народ этот безрассуден, храб, воинственен и могуч. Он совершает нападение на все соседние племена, утверждают многие. Говорит об этом и божественной изыкили такими словами. Вот я навожу на себя Гога и Магога, князя Рос». Князь Рос им имеет в виду, вот он его, это слово относит, это обозначение князю Святославу, тому самому, который был известным завоевателем, вождем и предводителем славянских полчищ. Ну, дорогие друзья, я думаю, что из моего изложения вы поняли, что такое понимание этого стиха, этого понятия Гог и Магог, является элементом какого-то, не знаю, недоразумения, да, это что-то любопытное, но не более того, да, потому что, конечно же, если понимать Гога и Магога как силу, как народ, противную Богу, противостоящую Богу, то этим Гогом и Магогом может быть кто угодно. Это могут быть и те самые монголы, и арабы, и немцы, и англосаксы, и, впрочем, заметим, люди русские в том числе. Дорогие братья и сестры, про Гогов и Магогов, или про Гога и Магога поговорили. Нашим помощником был портал экзоди.ру. Спасибо за внимание и всего хорошего.